Какие существуют различные пути в шамаизме и как их изучать? Вообще существует древняя ведическая культура, и там есть древние ведические книги, одна из них называется Упанишады. Упанишады — это свод законов, который называется сводами Самана. Заметьте, Саман и Шаман одно и то же. Там обучают человека контактировать или ощущать мир через семь элементов. Эти семь элементов там обозначаются как небо, как огонь, как воздух, как вода, как земля и так далее. И объясняется, как человек может почувствовать. Каждый из вас имеет опыт. У кого-то болит сейчас сустав или болит там тело на изменение погоды, это говорит о том, что вы шаман, умеющий управлять погодой. А если вы чувствуете чувства других людей, вы шаман, умеющий управлять чувствами других людей. А если вы говорите, я легко привлекаю в жизнь деньги, вы шаман, легко привлекающий или управляющий деньгами. А если вы там можете разозлить всех просто своим видом, вы шаман, который может разозлить всех своим видом. То есть это говорит с применением вот этих вот систем. Также шамаизм использует определенных духов. И там об этом говорится. Есть даже такие слоги, которые управляют этим и человека обучают этому. Самые простые методы, которые могут помочь человеку использовать шамаистические или шаманистические практики, это использование вот этих элементов. Каким образом? Представляя себя горой, вас уже никто не выгонит. Представляя себя деревом, к вам начнут хорошо относиться. Представляя себя водой, сможете более быстро выздоравливать или более быстрее себя там лучше чувствовать. Вот таким образом и происходят вот такие процессы самовосстановления. Очень широко это использовал, допустим, кто там из таких знаменитых эзотериков Советского Союза. Давайте кого-нибудь вспомним. Левашов, допустим. Да, вот почему-то Левашов. Левашов использовал. Каким образом он использовал? Он говорил так. Я представляю, вот как он приготовил трансформатор. То есть он говорил, человеческое сознание может формировать трансформатор. Или реактор. Или он говорил это конденсатор. Или еще как-либо. Я извиняюсь, я никого не хочу обидеть. Давайте мне простим за мою безграмотность и плохую память. Знаете, бог с ним. Это мое мнение там. Я маленький человек. Мне до Левашова далеко. А Левашову до меня. И, конечно же, представил, как он это все делал. Я сделал, как он рассказывал. То есть он взял свой сад. При этом представил, будто этот сад это энергоинформационные элементы. То есть вот я представил сад свой сияющим на черном фоне. При этом я представил, будто под этим садом есть энергетика, которая является или питается космосом. То есть я представил космос, представил там солнце. И представил, будто это все питает корни этого дерева. А небо представил другой системой, более светлой, которая питает сверху это все. И сказал, пусть мои деревья, они дают максимально много. И пусть это будет на протяжении. Так вот что. Когда я поставил такую программу и поставил цифровую систему, то оказалось, что да, действительно. Раньше яблоки не давали, а в этом году мы яблок собрали с каждого дерева там по тоне. Раньше деревья не росли. В этом году дерево, которое должно расти 60 сантиметров, выросло на полтора метра. То есть я могу сказать, что да, действительно, те методы, которые он использовал, методы создания реактора, они могут быть исследований. И да, их можно использовать. Можно ли проводить такие методы для того, чтобы деревья не замерзали и так далее? Ну вот я вам говорю, что можно. В прошлом году я поставил программу на виноградники. Мы их не обматывали, они не вымерзли. И в этом году было очень много винограда. При этом я ставил программу на деревья и виноградники, чтобы их там тля не трогала, скворцы не клевали черешни. И что вы хотите, все это сработало. Черешни не были выклеваны, виноград тля не поела. То есть можно сказать, что человеческое существо имеет уникальные способности. Зная методы, оно может действительно ставить такие программы, в ходе которых это все может фактически работать. Значит, это говорит о том, что недоисследования и о том, что, скорее всего, профессор или академик Левашов были где-то в своих выводах правы. Но этот человек может повторить. Да, я повторяю, и вы тоже сможете.